МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. МЧС России по Алтайскому краю предупреждает о резком ухудшении погоды. Сегодня в регионе ожидается мокрый снег, метель, туман на дорогах Гололедица. В южных районах края ветер с порывами до 22 метров в секунду. В конце недели в регион вернутся морозы. В ночное время ожидается до минус 27 градусов. Спасатели рекомендуют на время воздержаться от дальних поездок, не ходить под рекламными щитами, балконами, деревьями. При возникновении опасной ситуации звонить по номеру 101. Бийским пассажироперевозчикам отказали в повышении стоимости проезда. В мэрии Наукограда посчитали, что экономическое обоснование роста тарифа оказалось очень слабым. Замглавы администрации Бийска Ирина Ломоносова заявила нашим коллегам, что на пересмотре цены за проезд настаивали всего 4 автоперевозчика из 29. К тому же в представленных ими документах полно, как выразилась чиновница, нестыковок. Ломоносова рекомендует перевозчикам уточнить расчет себестоимости проезда, а также объединиться, если они действительно хотят, чтобы тариф вырос. Их мнение учтут только если в мэрию обратится не меньше половины представителей транспортных компаний. Порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей получит в этом году Алтайский край на реализацию четырех проектов партии «Единая Россия». Деньги направят на ремонт театров, домов культуры, благоустройство городских дворов и общественных пространств, а также на ремонт и оснащение спортивных учреждений. Планы обсудили в рамках совещания в региональном отделении партии «Единая Россия». Самое большое финансирование получит проект «Безопасные и качественные дороги» – почти 2 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем было потрачено в прошлом году. Строить и ремонтировать планируют дороги Бийской и Барнаульской гламерации. Порядка 100 миллионов выделят на дороги Рубцовской зоны. На 200 миллионов рублей больше получит проект благоустройства городской среды. По словам секретаря отделения Александра Романенко, уже в марте пройдет народное голосование за городские объекты, которые приведут в порядок. Осваивать средства будут под особым партийным контролем. Нам ни в коем случае нельзя допустить, что мы из-за плохой работы, из-за плохой организации этой работы, можем потерять часть средств федерального бюджета. Мы, наоборот, должны использовать эту возможность, все сделать для того, чтобы средства были израсходовать, а по возможности получить еще и дополнительное. Финансирование получит и детский спорт. Больше 40 миллионов выделят на ремонт сельских спортзалов. Учитывая, что 2019-й объявлен в России годом театра, будет продолжена работа по ремонту домов культуры в городах и селах края. Семья с шестью детьми из-за пожара осталась без крова в Камне-Нааби. Пострадавшие просят жителей края о помощи. Трагедия произошла в эти выходные на улице Крылова, сообщают Каменские известия. Первой в семье Косининых огонь заметила младшая дочь. Полностью сгорела кочегарка, дом остался цел, но стал непригодным для жилья. Повреждена кровля, после тушения в комнатах до сих пор стоит вода. Обрушение потолка ожидают в любую минуту. Сейчас многодетная семья живет у родственников. Возвращение домой займет немало времени, сил и средств. Строение придется ремонтировать от пола до потолка, включая замену проводки и восстановление отопления. Желающие помочь могут отправить деньги на номер банковской карты или связаться через редакцию местной газеты по телефону, которую вы видите на экране. Великий православный праздник Крещения Господня в минувшие выходные объединил тысячи верующих. 19 января во всех храмах края прошли праздничные богослужения. В Барнауле священнослужители и горожане собрались у Знаменского монастыря и совершили крестный ход до главной купели краевой столицы. К 11 часам к речному вокзалу подтянулись сотни барнаульцев. После освещения воды самые смелые начали обряд погружения. Кстати, решиться на такое в этом году, по словам желающих, было проще. Впервые за много лет на Крещение было тепло, всего минус 10 градусов. Подробнее о том, как прошел праздник, расскажем в вечернем эфире. Обнимайтесь чаще, обнимайтесь на здоровье. Сегодня Международный день объятий. Этот необычный праздник родился в Америке в 1986 году, но очень быстро завоевал любовь во всем мире. Любопытно, но до сих пор неизвестно, кто придумал день объятий, почему для этого праздника выбрали именно 21 января. По некоторым данным, идея принадлежит студентам, у которых душевного тепла хоть отбавляй. Психологи считают, что телесный обмен энергии человеку необходим. Как объятия влияют на физическое и психологическое состояние людей, расскажем в вечернем эфире. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В краю переменная облачность, возможен снег. В Зминогорске, Олейске, Белокурье, Хизаринске и Камни на обид 4 градуса мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Ну а полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.